На Енисеи пройден критический порог. Напомню, накануне выходных существовала угроза подтопления дачных участков. Вода вышла в пойму, в связи с чем на месте дежурили представители МЧС. Но обстановка сложилась благоприятно. Уже в субботу кромка льда ушла вверх по течению. Всего за выходные уровень воды упал практически на четверть. Вовремя обнаружить опасность экстренным службам помогают гидрологи. Они круглый год следят за ситуацией на реках. О том, что это за профессия, расскажут Петр Пермяков и Никита Сегай. Марина Михайлова, гидронаблюдатель. Вот уже 10 лет, утром и вечером, в жару и непогоду, в любое время года она держит путь гидропосту, поизвестной только ей собственной тропинке. Лестницу дальше деревянную сделали уже от нашего предприятия. А тропинку это уже я сделала. В Хакасе несколько десятков гидропостов. Они есть в тайге, горах, пригороде. У Марины Николаевны ответственный участок на реке Енисей. Я ношу топор, шумовку с собой, то есть лёд. То есть где свая, мне нужно всё это очистить, чтобы сделать замер воды. Зимой пробиваться к сваям непросто. Последние дни на Енисеи тревожно. Возникла угроза подтопления дач. Ситуация, характерная для морозной зимы. Мне нужно найти сваю, на которой вода стоит. А чтобы сделать замер и вычислить, какой уровень. За пару недель уровень воды в Енисеи поднялся на 3 метра. Ежедневный мониторинг позволяет иметь точные данные. Если первого числа вечером было 46, а сейчас 319. Ну, представьте разницу, насколько вода пришла. Данные, которые собирает Марина Николаевна, становятся основой для дальнейших прогнозов уже на государственном уровне. А начинается всё с ежедневного труда гидронаблюдателя. Сложные периоды – это в зимнее время, когда в самые морозы, и 40 градусов бывает, и 35, и сброс воды, когда идёт в большой уровень. Ну, например, как вот сейчас. Сейчас сложные времена уже позади. Кромка льда уходит вверх по течению. В Саяно-Шушенской АГЭС сбросы уменьшила. Повышение уровня воды не прогнозируется. Но скоро весна, время палатка и половодья. Чтобы быть во всеоружии и не допустить беды, за ситуацией каждый день следят четыре десятка гидрологов по всей республике. Марина Николаевна сегодня тоже на посту. Я свою работу воспринимаю как спорт. Другие пенсионеры ходят там скандинавской, ходьбой занимаются. Ну, а я работаю. Очень приятно чувствовать, что я ещё что-то как-то человек такой значимый. Пётр Пемняков, Никита Сигай, Вести Хакасия. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...